Добрый вечер! Я Анатолий Голя, приглашаю вас в открытую студию на ТВ7. В воскресенье исполняется 18 лет с момента создания на юге Молдовы гагаузской автономии. За это время было много событий. Отношения между региональной властью и центром складывались по-разному. Бесспорно одно. Урегулирование конфликта вокруг Гагаузии остается одним из немногих примеров даже в Европе цивилизованное решение деликатных проблем межэтнических отношений. Тем не менее, не все разногласия в этом вопросе преодолены. Споры возникли даже сегодня на заседании правительства. Может быть, новому народному собранию, которое сформировано недавно в Гагаузии, удастся наладить с Кишиневым более продуктивные отношения. Об этом, но не только об этом, мы поговорим сегодня в открытой студии с башканом, главой гагаузской автономии, Михаилом Фармузалом. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Мы, как всегда, в прямом эфире. Вопросы можете задавать по известным адресам через сайт www.3wtv7.md. Начнем мы, наверное, с вот этой даты, которую вы будете праздновать в воскресенье. Но мы не только в воскресенье будем праздновать. Мы в субботу впервые за 18 лет творческие коллективы из Гагаузии в 11 часов утра с 11 до часу в органном зале дадут концерт. И все желающие бесплатно... В Кишиневе? Да, в Кишиневе. Уважаемые телезрители, воспользуйтесь приглашением. В ознаменовании такой даты, потому что, ну, совершеннолетие, 18 лет. Вы предложили накануне этой даты, по-моему, 10 числа, это было на заседании исполкома, Вы предложили установить в Камрате мемориальную доску с именами всех депутатов, которые участвовали в принятии закона о статусе Гагаузии. В связи с чем это? Это признание того, что закон хороший или признание заслуга этих депутатов? Я знаю, что были и критики этого Вашего предложения. Ну, критики всегда есть. Но давайте честно признаемся, что те депутаты, которые проголосовали за этот закон, они мирным путем решили сложный конфликт. И если Вы помните, в 95-м году за мирное решение этого вопроса Мерча-Снегур стал человеком года в Европе. Так вот, может быть, не все депутаты тогда еще понимали, какое мудрое решение было принято. И мы хотим увековечить именно тех депутатов, которые голосовали за принятие этого закона, за мир, за целостность территориальной республики Молдова. Насколько я помню, голосовало 69 депутатов из 101. Да. Закон несовершенный, конечно. Это надо признать. Это на тот промежуток времени, в тех условиях, в которых была Молдова, та обстановка, которая там сложилась, это было, скажем, наиболее оптимальное решение. И жизнь показала, что, да, действительно, это было мудрое решение. И после того, как с этой идеей я вышел, поступило очень много звонков, что, господин Башкан, мы должны отметить труд не только депутатов, которые проголосовали, но и труд тех, кто участвовал в этом переговорном процессе, и кто вносил свою лепту в принятие закона об особом правовом станции в Гаузере. Но там много людей принимали участие. К примеру, я знаю и с молдавской стороны, и с гагаузской стороны людей, которые вносили свои предложения. Их много там. Тот же Добров Леонид, тот же Таушамжи, Кендигелян, Тапал и многие-многие другие. Но этот список будут готовить они сами. Они сами кто? Депутаты Народного Собрания? И депутаты Народного Собрания, и основатели, те, которые именно вносили свой вклад, они лучше знают эту ситуацию. Это их предложение будет. И кого они дадут, исполком закажут соответствующие таблички и вывесят. Что касается 69 депутатов, то мы имеем список депутатов, мы разговариваем, мы говорим. В том числе у меня будет встреча и с Петром Кирилловичем, и с Мирчей Ивановичем будет встреча. Мы эти списки отшлифуем, чтобы именно эти 69 человек оказались в этих списках. Потому что критики много, что вот там не голосовал, а его увековечат. Мы очень скурпулезно к этому подойдем. Мы скажем этим людям спасибо. Ну, насколько я помню, 3 года назад на 15 лет вы изготовили медаль. 15 лет гагаузской автономии. Вручили, в том числе и депутатам, которые голосовали. Да, это признание их заслуг. Мемориальную доску предлагается установить на здании исполнительного комитета Гагаузии. Или народного собрания, исполкома. Ну, это здание, в любом случае, весь, да, общее. Там и народное собрание размещается, структуры исполкома, и не все структуры. И когда? Вы не успеете сейчас. Ну, самое главное, что... К 20-летию? Нет, мы должны очень тщательно к этому подойти. Я думаю, что на будущий год это уже будет установлено. А не слишком много памятников устанавливается в Гагаузии? Я знаю, что установили памятник Гейдару Алиеву. Совсем недавно, по-моему, в минувшие выходные Нурсултану Назарбаеву. В связи с чем вот это связано? Все, кто будут проходить по Аллее Славы, где мы устанавливаем памятник и выдающимся людям, они должны знать, сколько друзей у Гагаузии. И чтобы ни у кого не было соблазна, причинит какой-то вред гагаузской автономии. И это дань уважения людям, которые для своего государства сделали очень много. Понимаете? Это дань уважения тем людям, хоть чуть-чуть, но которые помогли жителям автономии. Тот же Сулейман Демирель большой вклад внес. Тот же Алиев большой вклад внес. И мы сейчас будем ставить... У нас есть задумка, и это решение будет реализовано. Дмитрию Кантемиру поставили. Мы поставили памятник Михае Минеску. Чего об этом пресса не пишет? Сколько памятников на вашей аллее славы? Вся аллея славы должна быть вот эти могильные плиты, которые поставили предшественники. Мы должны их убрать оттуда и поставить людям памятники. И все те, кто там есть, ни один оттуда не будет, скажем так, не уберут его. Мы закажем бюсты. Да, в меру возможностей. У нас не всегда позволяют наши финансовые возможности. Мы иногда обращаемся за помощью к спонсорам, чтобы помогли нам. У нас еще будут памятники. Мы поставим Александру Первому памятник. Человеку, который выделил эти земли для переселения. С Балкан. В знак признательности. Люди нашли себе здесь свою страну. Это нормально. Ататюрку? Учитывая близкие отношения, родственные все-таки отношения. Значит, Ататюрку решение есть об установке. Мы направили его в Министерство культуры. Мы направили правительство. Правительство, соответственно, должно получить согласие и заключение Министерства культуры. Как только получит, мы установим Ататюрку памятник. Возвращаясь к закону о гагаузской автономии, складывается какая-то двойственная ситуация, не до конца понятная. Вы с большим энтузиазмом празднуете 23 декабря дату провозглашения автономии, но с не меньшим энтузиазмом Вы отмечаете и 19 августа. День провозглашения сепаратистской гагаузской республики. Я бы просил это слово не употреблять. Это было проявление сепаратизма. Это не было проявление сепаратизма. Это была естественная реакция нации на защиту своего собственного народа. Поэтому это слово, пожалуйста, при мне не употребляйте, потому что я очень резко высказываюсь по этому слову. Что касается 19 августа. Не было бы 19 августа, не было бы 23-го... Я высказываю свое мнение. Как и любой человек, я могу ошибаться, но это мое мнение. Не было бы 19 августа, не было бы 23 декабря. Ошибки были и со стороны Кишинева тогда, но ошибки были и со стороны Камрата, и со стороны лидеров, которых Вы называли. Которые все-таки имеют, на мой взгляд, очень посредственное отношение к 23 декабря, потому что они сопротивлялись. Некоторые гагаузские лидеры, в том числе которых Вы назвали, они сопротивлялись принятию закона об особом правовом статусе Гагаузии и Гагаузии, и говорили, что у нас есть Гагаузская республика, которую мы провозгласили. Я думаю, что они преследовали цели получить больше полномочий, больше возможностей, и это нормальная реакция людей, которые хотели получить больше возможностей. Давайте посмотрим во всем мире, что в Италии, в Испании решены вопросы с басками. Нет, не решены. Что в Ирландии все спокойно, и все вопросы решены. Ведь 6 лет, будучи башканом Гагаузии, я пытаюсь проводить линию по отношению к центру. Был Тарлим, работал с Тарлимом, была Гречана, работал с Гречаном, сейчас Филат Владимир Васильевич, и с ним работаю. Я все время провожу одну линию. Давайте мы из Гагаузии сделаем модель. Весь мир нуждается в этой модели. Вопросы, связанные с малыми народами, они возникают на всех территориях. И на территории Румынии, и многих других государств. Вопрос стоит в том, чтобы учитывалось мнение малых народов. Никто не поощряет возникновение этих очагов. Будь то в России, Северный Кавказ, будь то в Грузии, Испании, или в Румынии, или в Болгарии, или еще где-то. И политики, и юристы спорят. Каждая нация имеет право на самоопределение, а с другой стороны суверенитет. Понимаете? То есть должен соблюдаться при этом суверенитет. Мы дойдем далеко. Мы дойдем до Ленина, право нации на самоопределение. Остановимся на том, что на тот момент это было мудрое решение молдавского и гагаузского народа. Скажем так. Это было мудрое. И самое главное достижение. В 18 лет живем в своем государстве. Укрепляем его. Где-то может быть есть недопонимание, где-то есть сложности, где-то может конфликтуем. Но стараемся находить общий язык и двигаться вперед. В своем государстве Республика Молдова, я надеюсь. Естественно. Мы все живем в Республике Молдова. Это наш общий дом. И гагаузы являются частью молдавского народа, на ваш взгляд? В последнее время мне создается впечатление, что самые большие государственники Республики Молдова это именно жители Гагаузии. Потому что именно жители Гагаузии первые сказали, когда эти марши унионистов проходили, именно первыми сказали гагаузы, что что вы делаете? Это же наше государство. Это акт государственной измены. Эти люди должны сидеть в тюрьме, а вы им разрешаете по центральной площади ходить, с флагами размахивать. Вы можете себе представить, что в Германии какая-то группа людей будет ходить за ликвидацию германского государства? Или перед Белым домом будут с флагами сжечь американские флаги и будут говорить долой Америку, распадаемся на 51 штат. Что с ними будет? Ну такие акции проводятся. А Баски что не проводят? Такие акции это тоже за развал государства. И гагаузские лидеры, которые провозглашали Гагаузскую республику в отдельно взятом регионе в середине республики Молдова, они с точки зрения тех, которых вы называете унионистами, их тоже нужно было сажать в тюрьму. Гагаузские лидеры защищали свой народ и правильно делали. Потому что никто не защитил бы гагаузы, если бы сами они не защитили. Все жители, кстати, там не только были гагаузы, там и болгары, молдаване, и русские украинцы, все стали на защиту автономии. Почему? Потому что шли пьяные волонтеры с прутьями убивать. Гагаузы никогда не шли никого убивать. Мы хотим жить здесь, на этой земле, в мире и согласии со всеми народами, так как мы жили 200 лет до этого. Так нужно жить в мире и согласии. А вы предлагаете устроить соревнования, кто больше патриот. Шеллин говорит, что он больше патриот. Некий Гарбуз создал партию патриотов Молдовы, говорит, что он больше патриот. А гагаузы говорят, что они самые большие патриоты. А преднестровцы говорят, что только благодаря Приднестровью существует Республика Молдова. Получается какой-то парадокс, какой-то нонсенс, когда все защищают государство и работают с разных сторон, подмывают основы государства. Я не думаю, что кто-то из гагаузии говорит, что он самый большой патриот. Гагаузия наоборот говорит, что мы, государственники, мы выступаем за то, чтобы Молдова была сильным, демократическим, суверенным государством, внеблоковым. И мы это говорим открыто. И что интересно, мы участвуем и реализуем многие проекты, намного даже эффективнее, чем в остальной части Республики Молдова. И жители гагаузии это законопослушные граждане. И для этого жители гагаузии поехали в северный город Бельце, и вы поехали. Вот что вы там искали, мне не совсем понятно. Что искал Башкан Гагаузии в город Бельце? Я поехал показать этим унионистам, ребята. Или делиться опытом создания автономии. Идея унионизма езжайте в Бухарест выступать с утра до вечера. Если у вас денег не хватает на билет, приходите. Мы, жители гагаузии, бедные, но как-то соберем, вам дадим на билет. Езжайте и митингуете там. Оставьте Молдову в покое. Ну вот видите, при таком подходе, естественно, что они вам будут говорить, я так не считаю, я воспроизвожу. Вы это слово не говорите, я еще раз прошу. Что они вам будут говорить? Они вам будут говорить, езжайте в Турцию, там ваши корни, там ваши братья. Вот до чего мы дойдем вот таким образом? Другие скажут, опять, чемодан вокзала России, третье еще что-то. Вот каким образом создавать государство, если вот это вот происходит? Самый простой способ вот этих людей, которые выступают за ликвидацию молдавской государственности, посадить в тюрьму. Ни один житель Гагаузии не ходит с плакатами и не говорит, долой республику Молдова, мы воссоединяемся, к примеру, с Украиной, там тоже живут гагаузы. Или, к примеру, говорит, так, у нас болгары живут, мы воссоединяемся с Болгарией, историческая родина, 200 лет назад мы оттуда ушли. Или говорим, нам нравится, значит, славянский мир, давайте мы присоединяемся к славянскому миру. Вы оттуда ушли, вот сейчас вам скажут, вы вернитесь туда, сами оставьте, туда откуда ушли, 200 лет живем здесь. Вот вам скажут, вы оттуда ушли 200 лет назад, возвращайтесь туда. Я пытаюсь подвести вас к мысли, что нужно что-то делать, чтобы укреплять, созидать государство. А то, что вы делаете, поехав в город Бельце, чтобы делиться процессом создания автономии, вот будет Бельская автономия, Гагаузская автономия, еще какая-то там болгарская автономия в Тараклийском районе. И что, это укрепит государство? Назовите мне хоть один пример, когда жители Гагаузии предприняли какие-то шаги в ущерб государственности Республики Молдова. Назовите, не найдете ни одного примера. Это яркая свидетельство того, что я говорю, что жители Гагаузии Есть люди, которые считают, что жители Гагаузии выступают за расширение полномочий в рамках особого статуса. И что это направлено в ущерб государства Республики Молдова. Вы задали очень великолепный вопрос. Есть такие мнения. Я ответил, я не задал вопрос. Наша страна декларирует какой курс? Курс на европейскую интеграцию. Так или не так? Да. Значит, мы должны европейские стандарты у себя реализовать. Так или не так? Про европейские стандарты, да. Все, вы со мной согласны. Мне нравится, что вы сторонник европейской интеграции. А теперь давайте говорим дальше. Вот, чтобы все слышали, что господин Фармузал поддерживает курс на европейскую интеграцию. Возьмите в Европейском Союзе. Сегодня мнение о Европейском Союзе это Европа регионов. И те образования автономные, которые есть, каждые 10-15 лет они получают все больше и больше полномочий. Мы говорим, что мы идем в Европу. Давайте, вот Гагаузская автономия есть. Вот есть районный. 32 района в Республике Молдовы. Это тоже регионы. Значит, мы должны на протяжении... 10 лет прошло, отдайте побольше полномочий туда. Прошло еще 10 лет. Еще больше полномочий. Последние годы по этому пути идут. По какому пути? Децентрализации. Наоборот. Децентрализация. Наоборот, идет полнейшая централизация. Почему? За 18 лет существования автономии ни один пункт в этот закон не был добавлен. Только отнимали. Отнимали, отнимали и снимали. Закон об особом правом статусе Гагаузири. И полномочия с каждым днем все больше и больше отнимали. Это очень интересная мысль. Каким образом редактировали закон об особом правовом статусе Гагаузии? Принятием парламентских законов. Оттуда вытаскивали статьи, судейский корпус и многое-многое другое. Даже сегодня часть... Кто принимал? Сегодня было принято решение на правительстве. Я голосовал против этого. Сейчас уйдет парламент и примут. То есть у Рязани идет полномочия. Я возвращаюсь к Европейскому Союзу. Я сегодня просто читал... Вы задали... Да, пожалуйста. Хорошо. Я отвечаю. Хорошо. Я спрошу потом. Это я вас поймал. Поймали на чем? Современная Европа. Да. Современная Европа. Европа регионов. И дает полномочий как можно больше места на регионы. Понимаете? У нас этого нет. У нас идет сильнейшая децентрализация. Вы можете мне не верить. Пригласите в студию сюда любого примара, который получает 2600 лей или 3000 лей получает примар. И спросите его, какие у него есть полномочия, что ему дают. И он будет выть. Понимаете? Мне очень понравилось, что вы выступаете за европейские принципы. Я буду знать, что господин Фармузал поддерживает курс на европейскую интеграцию. Мне будет проще с вами говорить, когда мы дальше будем говорить о таможенном союзе. Я скажу вам больше. Прямо здесь в эфире вся Молдова смотрит. По уровню демократии, соблюдение прав человека, уважение к собственности, функционирование масс-медиа Гагаузия на порядок лучше, на порядок сильнее и соответствует больше демократическим стандартам, чем остальная часть территории. Да, я помню, как гостелерадио Гагаузии возмущалось действиями Башкана, отсутствием демократии, тем, что власти подминают под себя, нет независимой издательской политики. Я говорю только о том, что мне близко. Количество газет в Гагаузии увеличивается, интернет-ресурсы увеличивается, кабельных сетей увеличивается, телеканалы увеличиваются. Пожалуйста, идите поговорите с работниками гостелерадио-компании. Башкан им звонит, говорит, этот материал давать, этот не давать, ничего подобного. При этом вы говорите о том, что, просто вы сами начали эту тему, вы говорите о законопослушных гражданах жителей Гагаузии и Башкане, и вы перестали подчиняться координационному совету по телевидению и радиовещанию, самовольно, произвольно начали выдавать какие-то там бумажки, которые назвали лицензии на каких законных основаниях? В соответствии с принятым законом Народным собранием Гагаузии, на территории Гагаузии приходит утром человек, подает заявление, вечером получает лицензию на обещание в телевизионном канале. Если он что-то нарушает... Но это противоречит кодексу об аудиозуальных средствах массовой информации, принятом парламентом Молдовы в августе 2006 года. Это сделано для того, чтобы жители Гагаузии не таскали взятки кишиневским чиновникам. Получение этих лицензий. Вот как это делается в Республике Молдова, как выдаются телеканалы, частоты, не надо мне это рассказывать. Вся Молдова знает это. Поэтому чем меньше будет вот таких барьеров, отдайте все на места. Оставьте 3-4 национальные частоты, пожалуйста, отдайте, пусть там на месте, в Шалданежском районе, где там, в Флорешском районе, пусть проведут и районный совет даст лицензию. И там каждый царек в каждом районе будет создавать свой телеканал, когда он проиграет выборы, уйдет с власти, придет другой царь и выдаст своему каналу. Теперь по поводу царька. Может не самое удачное выражение, но... Если он во Флорештах или в Дандюшанах, если он что-то там подобное вымогает выдача лицензий, это как стекло прозрачное все видно. И население об этом будет знать. То, что сделается здесь под Сукном, а он в Шалданежстах, он этого не знает. Вот почему Европа регионов как можно больше полномочий финансов дает туда, вниз. То есть в области СМИ мы разваливаем единое пространство Республики Молдова. Следующим шагом вы скажете, что мы должны судей сами назначать, прокуроров сами назначать, кого-то еще там. И это вы говорите, что вы законопослушные граждане, которые выступают за единство Республики Молдова. Единственное пространство сегодня никто не сможет разрушить. Потому что человек, находясь в своей квартире, может оборудовать студию, в интернете вещать и получить доступ. Каждый житель может получить доступ. Если сравнить темпы, с которыми Гагаузия сегодня подключается к интернету, мы, кстати, одни из самых первых в Республике Молдова по количеству, по пропускной способности, по возможностям интернета. Поэтому говорить о том, что кто-то будет ограничивать, сегодня в современном мире при наличии интернета это не соответствует действительности. Это ваше мнение. Но, на мой взгляд, закон нужно соблюдать. Мне тоже многое не нравится в кодексе об аудиозуальных СМИ. И я критикую. Но я подчиняюсь решению. Я соблюдаю закон. Какой? Закон, принятый Народным собранием Гагаузии. Он действует только на территории автономии. А законы парламента Молдовы вы игнорируете? Почему мы игнорируем? Потому что этот закон противоречит кодексу об аудио-визуальных СМИ. А кодекс это органический закон. Это неординарный, а органический закон, который имеет приоритет над гагаузскими законами. Значит, у нас на территории Гагаузии, вот мы сейчас с вами говорим, ваш канал вещается в кабельных сетях. Да, даже долгое время пиратился по-черному. Ну, потому что вы ставите такие цены. Ваш канал и публика, и другие каналы, и все каналы пустят. Но дайте этим телевизионным студиям, этим кабельным сетям, дайте бесплатно им этот сигнал. Мы знаем. Дайте. А вы ставите цену. Фамилии могу назвать. Вы в скорость их спускаете и хотите, чтобы они не пиратели. Так создайте нормальные условия. Вот вам 100 лет, месяц, пожалуйста, арендная оплата. Даже меньше было. При этом все равно пиратели, канал НТВ. Михаил Макарович, вот тут, пожалуйста, не спорьте. Давайте вернемся к закону. Вы поощряете пиратство, я понимаю. Вот мы начнем воровать интеллектуальную собственность гагаузов, какую-нибудь. Тогда посмотрю, как вы будете смеяться, когда будем говорить о пиратстве. Интеллектуальная собственность гагаузии. А, между прочим, 6 лет назад исполком провозгласил приоритетным направлением это образование здоровья наций. И мы можем сказать, что интеллектуальный потенциал каждой седьмой выпускник лицейских классов, получившей степень бакалавра, учится за рубежом на бюджетной основе. Мы уже сегодня, мы уже 6 лет закладываем этот фундамент, который через 20 лет даст свои плюсы. И приоритет образования, то, что мы делаем, мы делаем это действительно как революцию образования. При условии, что они вернутся. Они вернутся. Может быть не все, но вернутся. Опыт показывает, что далеко не все. Об этом мы тоже поговорим, но я хотел закончить тему закона. Вы сказали, мне непонятно просто. Вы сказали, что закон о статусе гагаузской автономии, принятый 23 декабря 1994 года. Из него изымаются статьи, он редактируется. Скажите, пожалуйста, каким образом? Я просто читал сегодня этот закон. Знаю, что вы законопослушные гражданины, хорошо знаете законы. Последняя статья написана. Поправки в закон принимаются тремя пятыми голосов депутатов парламента Республики Молдова. Насколько я, может быть, ошибаюсь, но я помню один раз, когда партия коммунистов по предложению Мишина приняли там поправку в этот закон, дав гагаузам больше прав. Вы что-то, по-моему, путаете. А какую статью, кто, каким образом, какими голосами удалось изъять статьи из закона? Мне вот непонятно. Объясните. Раньше назначение судей обязательно проходило стадию согласования с Народным собранием в Гагаузе. Эту статью убрали. Кто убрал? Когда убрал? Парламент Республики Молдова. Какими голосами? Голосами депутатов парламента Республики Молдова. Три пятых голосов депутатов, это 61. Это как избирается президент, так принимаются поправки в закон. К сожалению или к счастью, не знаю, но на протяжении долгого времени в парламенте нет большинства для принятия таких законов. Тремя пятыми голосов. Это как раз было до 2005 года, когда приняли одну или две поправки, когда у коммунистов был 71 мандат. И они были не в ущерб, а на пользу Гагаузе. Нет. Они не были на пользу. Поверьте мне, что когда коснется вопрос изъятия очередного пункта, проголосуют все, может быть, кроме депутатов, которые баллотировались по спискам партии от Гагаузи. Они постесняются, может быть. А и то, если партийные вожди им скажут, они тоже проголосуют. Не, но вы говорите, что изымаются постоянно статьи. Последнее голосование, значит, было касающееся закона Гагаузи в 2004 году, наверное, 8 лет назад. Анатолий, закон как имел 27 статей, так и имеет 27 статей. Я еще раз вам ответственно говорю. На всю Молдову говорю, но 10 раз повторять просто не хочу. Ни одну букву в этот закон не добавляли, только отнимали. Ну, давайте на этом остановимся. У нас есть много тем, которые мы можем сегодня обсудить. Очень интересные темы. У вас просто нет примеров, поэтому... Я вам только что привел пример. Раньше, чтобы стать судьей и работать на территории Гагаузии, обязательно в кандидатуру судей проходило согласование через Народное собрание Гагаузии. Убрали, все, нет. Ну, я не думаю, что эта статья в законе убрали. Понимаете, давайте глубже, дальше говорить. Назовите мне, пожалуйста, хоть одного посла, жителя Гагаузии. Гагаузской национальной. Назовите. Назовите одного министра, назовите одного замминистра, назовите одного директора департамента, назовите русскоязычного. Ладно, оставим Гагаузию, все. Назовите кто, русский, украинский, назовите. Нет, так что вы печетесь о русскоязычных? Вы... Молдова. Вот чем была богата Молдова и какой у нее бренд был? Когда говорили Молдова, все улыбались. Потому что все, зеленые холмы, виноградники, веселый гостеприимный народ. Что сейчас говорят про Молдову? Возьмите последние социологические исследования. 2% считают Молдову той же Россией, значит, страной, которая дружелюбная. 2% куда это делось? Кто это сделал? Это сделали простые жители, русские, украинцы, белорусы. Молдоване это сделали? Это сделала политическая элита. Ну, к которой вы относитесь. Которой вы относитесь. Я тоже к ней отношусь. Политическая элита, к которой вы относитесь. Да, я тоже отношусь к ней. Но я не портил этот бренд. Наоборот, бренд Молдовы везде пропагандируют. Каждый так говорит. Каждый так говорит, что не портил, а почему-то вкупе получаются хуже. Ошибки политиков. Закон о статусе Гагаузии, на ваш взгляд, который редактируется, но примеров редактирования вы не знаете, не назовете статью, которая изымалась из закона. Я же вам назвал только. Номер статьи. 27 было, 27 осталось. Что там? Закон может стать, на ваш взгляд, примером для решения других подобных проблем? В той же Испании или Бельгии? Это была моя идея, которую я уже 6 лет продвигаю. И, к сожалению, не нахожу поддержку у себя в собственной стране. И должен сказать, что дипломатический корпус уже понял. До дипломатического корпуса до всех дошло, что действительно хорошая идея сделать модель. И это тоже может быть своего рода как бренд для Молдовы. Если в 95-м году президент страны стал человеком года за решение этого вопроса, почему нам не сделать модель из Гагаузии? Маленькая территория, 1848 квадратных километров, 160 тысяч человек. Что, большие деньги нужны для того, чтобы сделать ее действительно модель? Такие конфликты имеются на Горном Карабахе. Такие конфликты имеются и в Европе. И это будет тоже одна из составляющих бренда Молдовы, как толерантного государства, современного, с высоким уровнем демократии. Пожалуйста, вот она Гагаузская модель. А что мы видели все эти годы, 18 лет? Давайте я вам буду перечислять, как организовали госпереворот, как возбуждали уголовные дела, как преследовали, как сокрывали, сажали. И какой пример мы подали тому же Приднестровью? Если бы сегодня это была модель, какие были бы аргументы у Приднестровья? А сегодня Приднестровье говорит, вы нам хотите дать такую же автономию, как Гагаузия. Нет, спасибо. Чего бы мы добились? Мы могли бы сделать из Гагаузии автономию, а допустили такое количество ошибок. Ну, в Гагаузии есть автономия. И я не знаю, что вы имеете в виду, когда говорите, что преследовали, сажали. Вас преследовали, сажали. Вы член правительства Республики Молдова. Ну, я про себя не хочу говорить, но... Ну, про других, про других, скажите. Государственный переворот, который был в автономии, вынудили уйти законно избранного Башкана. А преследование, там, уголовные дела, которые были возбуждены. Не только меня. Там и Бургуджи, там и многие другие. Ну, по поводу Бургуджи, я с ним судился в 1994 году. Он подавал в суд за оскорбление, ущемление чести и достоинства. И как только его выпустили, так он про этот суд и забыл. Потому что он на самом деле продавал оружие, чтобы выплатить зарплату батальону Буджак. И мы тогда об этом написали. Поэтому... Я не присутствовал при продаже им оружия. Вы тогда были в Таджикистане, вы были далеко, а сейчас пытаетесь мне доказать, что все это делалось из чувства патриотизма. Патриотизм относительный, потому что разный был патриотизм, и разные цели преследовали отдельно взятые лидеры, в том числе в Гагаузии. Как бы сейчас вы не старались говорить, что они там все герои. В Молдове тоже были герои, и тоже вы упомянули, что было и вот это, и волонтеры, и так далее. Поэтому это темная страница. Ошибки всегда присутствуют, такие переломные моменты. Никто идеально еще ничего не сделал. Когда серьезная мощная империя разваливалась, ошибки были допущены. Трагедия была и в Азербайджане, вы знаете. Трагедия и на Кавказе была. Трагедия была и в других местах, в том числе и на Днестре. Ошибки были. Без ошибок такая империя, мощное государство, которое развалилось, невозможно было это предусмотреть. Хорошо, что вы признаете, что ошибки были с обеих сторон. Ну, это жизнь. Каковы, вы упомянули Приднестровье, каковы нынешние отношения Гагаузии и Приднестровье? Они всегда были доброжелательные, спокойные. Ну, они разные были, был разный период. Был период, когда согласовывали свои действия против Кишинева, был период, когда дружили, был период, когда меньше дружили. Я могу отвечать за тот период, что я руковожу Гагаузией 6 лет. Они всегда были ровные, доверительные и спокойные. Вы туда довольно часто ездите, встречаетесь? Нет, я довольно часто туда не езжу. У меня живет там родная сестра. Я иногда, бывают праздники, там еду. Встречался, два раза с Шевчуком встречался. Встречался с новым председателем Верховного Совета. Хорошее отношение у меня с господином Маракуца, Атаманюк, с бывшим спикером Каминским. Когда вы говорите, что ездите по праведникам, что имеете в виду? 2 сентября, день провозглашения Приднестровской республики? И башкан Гагаузии, член правительства Молдовы, ездит в Тирасполь на машине с правительственными номерами. Мне рассказывали, что такое было. Я не вижу в этом ничего плохого. Почему? Потому что народная дипломатия еще в мире никем не отменялась. И если Гагаузия может внести маленькую лепту, маленькую частичку своего труда в то, чтобы наша страна была единой, что в этом плохого? У нас же едут туда господин Карпов регулярно ездит. Так давайте мы господина Карпова сейчас будем обвинять. Подождите, а что? Он член правительства может ехать, а я член правительства не могу ехать. Вы подменяете понятия. Он ездит для того, чтобы вести переговоры. Вы ездите для того, чтобы аплодировать, участвовать в празднике провозглашения Приднестровской республики, которая никак не способствует объединению народа с двух берегов. Значит, если я еду и у меня встреча и диалог с президентом Приднестровья, диалог может быть, как наши студенты, чтобы там учились. А такой диалог был. И наши дети там учатся. Взяли же, позакрывали все группы на русском языке для медицинских сестер. Все позакрывали. А дети хотят учиться. Я еду договариваюсь, наши дети учатся в Приднестровье, на русском языке, на медицинском. Что в этом плохого? Я что, свои личные интересы продвигаю? Или я продвигаю интересы детей? Я спрашиваю, вы сказали, что на объединение страны. Вот мне интересно знать. А это что, не объединение? Это народная дипломатия. Наши дети там учатся. Нормальные отношения? Нормальные. Это же хорошо. В университете более ста детей учатся. В Тираспорском университете более ста детей учатся. А в Кишиневском? Еще больше учатся в Кишиневском. За рубежом в Российской Федерации 127 учатся, 48 учатся на Кипре. В Азербайджан отправляем, в Казахстан отправляем, в Польшу отправляем, в Германию отправляем. У нас региональные связи очень сильно развиты. И на первое место мы ставим экономика, на второе место ставим образование, третье культура и четвертое реализация совместных инфраструктурных проектов. Что в этом плохого? Вы упомянули проблему языка. Как решился конфликт, который возник в прошлом году в связи с экзаменом на степень бакалавра по румынскому языку? И как будет дальше? Задаю вопрос. А почему в этом году не было конфликта? Почему в этом году не было конфликта? Вот я вас спрашиваю, потому что мне телезрители сегодня писали, после того, как объявил передачу, что вот хороший пример, как изучают румынский язык в Гагаузии, что преподаватели в Кишиневе, в русских школах должны брать пример с этого. В чем положительный опыт? Я только с этой целью спрашиваю. А мы сами эти вопросы решаем, когда мы не видим поддержки и понимания. Ну, вот был бывший министр образования. Чтобы этого конфликта не было, я вообще человек не конфликтный, я стараюсь все вопросы решать на раннем этапе. И когда мне доложили, что свыше 100 детей, 120 детей, не сдали бакалавр по государственному языку, я отправился сразу в начальник управления, говорю, идите попросите разрешения, чтобы дети пересдали. Может, волновались. Я разобрался. Это были чрезмерно загруженные тесты, что сами педагоги наши испытывали затруднения, отвечая на эти вопросы. Министр нам махнул, так, свободны, ничего мы не будем за вас переделывать. Как? Это 120 детей. Это родители. 12 лет учили своего ребенка. Куда? Выбросить его на улицу, чтобы он поехал в Москву на заработки или в Италию? Я себе это не могу позволить. Выдали дипломы, устроил всех, кто хотел, всех устроил на учебу. Потом берем этот год. Почему в этом году? Все нормально, дети сдали. Традиционно 5-7 человек проваливают. По математике, по государственному языку. Проваливают, есть такое. Ну, переволновался. Ну, разрешили пересдачу. Нормально подошли. Министерство образования адекватно реагировало и подошло. Почему так получилось? Теперь говорим дальше, что мы делаем. Понимая, что дети должны быть конкурентоспособны, мы сами заинтересованы в том, чтобы они изучали язык. Что мы делаем? Я еду, договариваясь с консулом. Кстати, очень замечательный консул Румынии в Кагуле. Я прошу, давайте мы организуем поездку наших педагогов на лингвистическую практику. Поехали в Галац, в университете, две группы, практику получили, методологию изучили. Мы будем эту практику продолжать. Качество образования становится выше. Качество преподавания именно государственного языка. И чтобы вы знали, я эту проблему поднимал еще, будучи мэром города Чадерлунга. Я писал письмо, тогда еще был президентом Воронин, что существует проблема. Что у нас педагог, не закончивший профильный вуз, преподает государственный язык. Какое качество образования может быть? Дайте нам педагогов, которые для них это родной язык, и они закончили профильный институт. Дайте нам этих педагогов. Господин Фармузал, это ваши проблемы. Я начинаю приглашать этих педагогов, говорят, дайте мне жилье, я приеду. Чтобы взять жилье, мне нужны ресурсы, у меня этих ресурсов нет. Я прошу Центра, дайте мне деньги, чтобы я купил жилье и пригласил специалистов, которые будут преподавать на более высоком уровне государственный язык. Мне говорят, это ваши проблемы. Да это не мои проблемы, это наши проблемы. Проблемы Молдовы. То есть, и проблема решается, Гагаузи будут лучше знать государственный язык. Ну, я могу со всей ответственностью сказать, что качество преподавания государственного языка в автономии растет. Да, медленным может быть темпами, но оно растет. И мы придем к ситуации, потому что я знаю, все старики в Гагаузии прекрасно знают. Да, мой отец очень хорошо говорит на государственном языке. Потом это где-то затерялось. Но вы тоже нас поймите. Значит, были русские, мы учили русские. Пришли румыны, учили румынские. Потом пришли русские, мы учили. Ну, постоянно мы интегрируемся. Мы учим, мы не против изучения языка, понимаете? И когда кто-то создает такой имидж, что гагаузы не хотят изучать язык, это неправда. Это абсолютно неправда. Кстати, генетически очень восприимчивый народ к изучению языков. И дети охотно учат язык. Потому что, когда вы спрашиваете, почему нет послов и нет министров, у меня возникает этот вопрос, потому что государственный язык нужно знать для этого. И я вспоминаю, был посол Ангели, был посол Крайтор, были наверняка еще какие-то люди, которые занимали должность, они не знали язык. От этого тоже зависит. У меня было много высокопрофессиональных, подготовленных уже молодых людей, которые готовы к этой работе. И у меня была инициатива. Я обращался письменно, что возьмите, проведите конкурс в Гагаузии. Возьмите молодежь, которая закончила вуз, знает хорошо государственный язык. Проведите тендер. Возьмите по 5-7 человек каждое министерство на рядовые должности. И пусть проявил себя, пусть растет. Вот это интеграция. Спасибо. У нас короткая рекламная пауза, после которой я задам вопросы телезрителям. Я вижу, что есть вопросы. И поговорим о внутриполитической ситуации в Гагаузской автономии. Тема тоже достаточно интересная и любопытная, особенно в последнее время. Оставайтесь на ТВ7. Через несколько минут мы вернемся. Телезрители, мы вернулись в открытую студию. Напоминаю, мы в прямом эфире обсуждаем общественно-политическую ситуацию в Гагаузии с башканом Гагаузской автономии Михаилом Формузалом. Несколько вопросов телезрителей, буквально очень коротко. Тут спрашивают про аудиовизуал тоже. Потому что наш телезритель тоже считает, что закон грубо нарушен. И вас спрашивают, пытаетесь ли вы навести порядок. Нет, не пытается. А господин Формузал, наоборот, считает ситуацию нормальной. Еще вопрос от телезрителей. Господин Формузал обеспечивает доступ к независимым средствам массовой информации для всех граждан. Пожалуйста. Господин Формузал, вы сказали только, что призывали всех посадить в тюрьму сторонников объединения с Румынией. И далее говорите, что симпатизирует славянскому вектору. А скажите, не опасаетесь ли вы, что вас посадят в тюрьму, если в интересах прозрачности отношений с братьями-славянами гемпрокуратура Молдовы потребует от вас, из уважения к собственности, отчитаться за зерно и солярку, подаренные Гагаузией, братской Россией? Ну и дальше тут еще комментируют. Проклятые Кишиневские чиновники прикарманили или кто-то другой. Куда делось гуманитарное зерно и топливо? Первую очередь. Это давняя история вообще? Первую очередь я отчитался перед теми, кто нам эту помощь дал. И два экземпляра со всеми накладными, со всеми движениями, все передано в те регионы, которые нам помогли. Это первое. Второе. Если есть нарушения, пусть привлекают к ответственности. Если есть нарушения, пусть привлекают к ответственности. Для чего этот шум поднимается и делается? А потом будете говорить, что вот сажают в тюрьму, суд скажет свое слово. Вот гемпрокуратура возбуждает уголовные дела против гагаузских лидеров. Еще раз говорю, если есть нарушения, пожалуйста, в судебные инстанции пусть дело возбуждает, пусть идет суд и там разбирается. Я о другом хочу сказать. Ну, конечно, не может нравиться то, что регион Гагаузия получает внешнюю поддержку за счет развития региональных связей. С таким же успехом меня могут обвинить в том, что 68 миллионов лей, которые пришли с Турции, и эти деньги были все направлены на реконструкцию водопроводных сетей города Чедерлунга на замену полиэтиленции. Единственный город Молдови. Давайте мы сейчас скажем, что там были нарушения. Давайте мы еще что-то скажем. Это кто скажет? Это же не в Кишиневе говорят, это же у вас. В Гагаузии говорят. Ваши оппоненты политические обвиняют. Объясню я спокойно. Вот мы как раз подходим и к политической ситуации в Гагаузии. Так вот к этим оппонентам. Это политические, несостоявшиеся люди, которые ничего не могут сделать. И очень ревностно относятся к тому, что мне удается одно делать, второе, третье. Более 200 миллионов лей были привлечены грантовые средства в Гагаузии. Более 200 миллионов лей. Конечно, им не нравится. А что народ меня второй раз выбрал? За красивые глаза? А кто эти люди и где они сейчас? Не те, которые пришли в народное собрание сейчас? Да, в том числе и эти люди. Пусть покажут мне. Я не буду возражать. Если кто-то из них за счет региональных связей, которые мы наладили, поедет, привезет 100 миллионов долларов и вложит в развитие Гагаузии. Я буду ему аплодировать, я ему скажу молодец и спасибо. Я не буду ковыряться, как он там работал. И сколько себе взял? Я скажу спасибо. Молодец, привез в автономию. А если тебе возьмет половину? А я сейчас объясню. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы эту помощь не давали. Мы уже один раз на эти грабли наступали, когда была поддержка со стороны Турции. Тогда писали, возбуждали дела. Где эти дела? Где? Как реализовался проект по обеспечению Гагаузии водой, начатой еще президентом Турции Сулейманом Дамиреев? Я думаю, что где-то в апреле месяце на будущий год, насколько так я информирован, премьер-министр Турции приедет и он поставит точку в этом вопросе. Осталось выделить порядка 10 миллионов долларов для того, чтобы мы закончили водообеспечение в Вулканишнах. Проект есть, все готово, мы передали туда. И часть работы еще, которую необходимо будет делать в Камраде. И тогда можно будет сказать, что этот проект полностью завершила турецкая сторона. Про вашу политическую деятельность. Вы были заместительным председателем Народной Республиканской партии. Партия преобразовалась, руководство изменилось, вы из партии ушли. Вы стали председателем партии регионов с большими амбициями, в хорошем смысле слова, чтобы эта партия стала республиканского значения. Чтобы гагаузы не варились в своем котле, где там противоборство единой Гагаузии и новой Гагаузии. Что с партией регионов? Каковы перспективы? Вот мы сейчас с вами беседуем, и вы все время задаете вопросы только про Гагаузию. Только про Гагаузию. Да, у меня редкая возможность беседовать с башканом в Гагаузии. А что касается партии регионов, вы опять же увязываете ее с Гагаузией. Это неправильно. Нет, я понимаю, что вы в Бельце ездили и в том числе для того, чтобы членов привлечь в партию. Партия регионов Республики Молдова – это проект, который задуман не мной, а одним. Это мысли, это 17 лет работы в органах местного публичного управления, в центральных органах власти. Это годы общения с примарами многих населенных пунктов. И это выстрадана эта идея. Выстрадана эта идея. Теперь, что касается партии регионов. Я вам однозначно говорю, что эта партия будет через два года в парламенте Республики Молдова. Если партия регионов... Я записываю это. Если партия регионов Республики Молдова не будет в парламенте Республики Молдова, то, уверяю вас, на второй день я как лидер партии напишу заявление и сложу с себя полномочия лидера партии. Потому что ответственность за то, чтобы привезти в парламент, несу я. И если я не смогу свою команду привезти в парламент, значит я не могу быть лидером этой партии. Я должен уступить дорогу тому, кто сможет выполнить программные установки партии регионов. И уверяю, вот сейчас при всей Молдове говорю, по телевидению говорю, я свое слово сдержу. Считайте, что я записал. В скольких регионах имеют филиалы отделения партии регионов? У нас осталось шесть районов, где мы до конца не определились в лидерах региональных. В Кишиневе есть? И в Кишиневе есть, и в других регионах есть. Понимаете, мы, вообще любая непарламентская партия в республике Молдова, она находится в сложном положении. Потому что в основном все упирается в финансы. Если ко мне кто-то приходит и говорит, так, пожалуйста, я готов, я сегодня, господин Формузал, вы такой, я иду с вами, я работаю, но дайте мне офис и дайте мне машину. И денег немножко. Да, я говорю сразу, до свидания. У нас другой подход. Берем регион. Любой районный центр. Хорошо, не раскрывайте секреты партийной работы, потому что оппоненты у нас просто много вопросов. Другой вопрос, связанный с этим. Так хорошо выстроена работа партии регионов, а выборы в народное собрание Гагаузии вы проиграли. Партия регионов не выставляла ни одного человека. Единая Гагаузия выставляла лидером, который вы также являетесь. Лидером является... Одним из лидеров. Лидером является Добров, да? Нет, Федор Никодимович Гагауз является. Федор Гагауз. Лидером движения Единая Гагаузия. Что касается проигранных выборов. Выборы мы не проиграли. Выборы в Гагаузии мы не проиграли. Другие выиграли. Политическим партиям выборы мы не проиграли. Выиграли, как я и говорил, независимые кандидаты. Потом случилось то, что случилось. А что случилось? Ну, потом пришел, с одной стороны, политический бандит с дубинкой и показывает дубинку, что будет с ним, если он неправильно поступит с этим кандидатом. А с другой стороны, другой политический бандит с кейсом, с деньгами предлагает райскую жизнь. Ну, и многие не удержались. Жизнь есть жизнь. Вы намеками разговариваете. Вы тут солидарны с господином Воронином. Он примерно так же говорил про выборы в Гагаузии, выборы примаров в отдельно взятых селах. И что теперь? Не хотите вы назвать? Вы какими-то сленгами говорите о каких-то политических бандитах. Нет, я не сленгами говорю. Понимаете, идет обман избирателей. Если ты шел как независимый кандидат, ты будь добр, будь независимым кандидатом. И движение Единое Гагаузия выдвигало всех кандидатов независимыми. И партия регионов ни одного не выдвигала. Партия регионов будет выдвигать на следующие выборы, будет выдвигать своих кандидатов. На следующие выборы? Через 4 года. Народное собрание. Да. Первый партия регионов... Но вы к тому времени подойдите в отставку, потому что до тех пор будут выборы в парламент Молдовы. Вы не пройдете, подойдите в отставку. Уверяю вас, мы пройдем парламент. Но если не пройдем, будет другой, более сильный лидер будет. Не переживайте. Партия регионов есть хорошие резервы и есть хорошая команда. Так вот, тот метод, который сегодня применяется. Вот партия регионов. Предположим, несколько партий молодых прошли в парламент Республики Молдова. Ну, может такое быть. Теперь прошли в парламент Республики Молдова. Им приходят и говорят, слышь, молодой человек, ты прошел по спискам этой партии. Вот тебе кейс 400 тысяч евро, переходи в нашу партию. Если взять человека с региона, простого человека, который будет двигаться, пойдет в парламент, он там будет получать 7100 лей в месяц. Он посчитает, что это ему на 50 лет вперед заплатят. Как вы думаете, от соблазна может удержаться человек или нет? Поэтому вот эти скачки, которые сегодня устраиваются, купля-продажа, политических тушек, как я их назвал, парламент должен поставить заслон этому. Принять решение, если ты баллотировался от партии, к примеру, баллотировался от партии коммунистов. Прошли 30 человек. Один из них разочаровался от партии коммунистов. Он говорит, извините, я разочаровался. Воронин плохой, тот плохой, тот плохой. Я хороший, я ухожу в другую партию. Будь добр, сложи мандат. Уйди с парламента. Иди, начинай рядовым работать в этой партии. Продвигай свои идеи. И снова становись через 4 года депутатом парламента. Тебя все будут уважать. Хорошее предложение. За этим столом об этом же говорил господин Тодо от партии коммунистов. И господин Дьяков. Неделю назад. Это одна ситуация. Но как быть с теми людьми, которые баллотировались как независимые? Они в одиночке не могут повлиять на ситуацию. И они объединяются во фракцию. Вступают во фракцию. Никто этому им препятствовать не может. А кто мешает независимым? 5-7 человек образовать свою фракцию независимых. Никто не мешает. Не обязательно брать деньги и идти в какую-то партию. Фракция независимых звучит как-то странно. То же самое, как партии независимых. У нас есть очень большое отличие. Дело в том, что в парламент Республики Молдова идут по партийным спискам. А у нас одномандатная округа. И каждый депутат, прежде всего, отвечает за свой населенный пункт. За электорат, который за него голосовал. Да, и соответственно, у него поле для маневра есть большое. Ему не обязательно выполнять слепо указание какой-то политической партии из Кишинева. То, что бизнесмен стал председателем народного собрания, это говорит о том, что происходит олигархизация политики в Гагаузии, как в Кишиневе. Но мы берем пример, получается, с Кишинева. Это хорошо. У нас, слава богу, пока еще драться в парламенте не начали. И затаскивать политиков на заседание парламента не стали. Я надеюсь, этот дурной пример в Гагаузии не придет. Вы сейчас в оппозиции будете с народным собранием? Какая ситуация будет у вас? Какой смысл Башкану находиться в оппозиции к народному собранию Гагаузии? Ну, если народное собрание будет вести себя соответствующим образом, будет блокировать ваши инициативы. Кстати, вы обещали, что исполком Гагаузии подаст в отставку. Да, исполком подаст в отставку. Существует процедура. И эта процедура предполагает согласование кандидатуры начальника ОВД с министром внутренних дел. И до тех пор, пока эта кандидатура не согласована, я не могу весь список представить членов исполнительного комитета нового состава Народному собранию Гагаузии. Но я еще 3-4 дня подожду. Если министерство не согласует кандидатуру, которую я представил, значит, я уже буду представлять состав исполкома без этой кандидатуры и объяснить депутатам причину, почему я в этот список не включаю. То есть, до Нового года, до праздников будет новый состав исполкома? Так гласит закон. Мы обязаны так сделать. Мы обязаны так сделать. Что случилось там с этой идеей, которая взбудоражила всю Молдову? Что депутаты, новое парламентское большинство в Народном собрании проголосовали за проведение референдума о вступлении в таможенный союз. Потом прошли выходные, оказалось, что не голосовали. Вы, которые не являетесь сторонником партии коммунистов, выступаете за проведение референдума. Какова ситуация? Что будет? Никто не может отнимать. Будет Гагаузия самостоятельно вступать в таможенный союз? Никто не может отнимать право у Народного собрания Гагаузии назначать и проводить референдум в соответствии с законодательством, в том числе и консультационным. Речь шла о том, что это будет консультационным. А какие эффекты каковы? Дестабилизировать ситуацию? Будоражить общественное мнение? Нет. Такой задачи нет. А какова задача проведения регионального консультативного референдума? А у нас в любом случае будет референдум Гагаузии. И скорее всего, я чувствую так, что обстоятельства складывают, что в этом году, где-то в апреле это не будет. Но в сентябре, октябре референдум по-любому будет. Потому что уложение Гагаузии будет принято на всенародном референдуме. Это будет историческая миссия. И в заслугу пятому созову депутатов Народного собрания Гагаузии это будет зачтено. Они примут уложение Гагаузии, доработают его с учетом реалий, потребностей. 21 век и так далее. Будет доработано уложение и принято на всенародном. Я в этом абсолютно уверен. Есть предложение одновременно с Конституцией Молдовы принять уложение Гагаузии? Мы не будем возражать, если в Конституции Республики Молдова будут прямые всенародные выборы президента Республики Молдова. Мы поддержим это. А выборы по одномандатным округам? Если говорить о выборах по одномандатным округам, надо сделать 50 на 50. И тогда будет много независимых. И повторится пример Гагаузии. На республиканском уровне. Есть такая угроза? Да, такая угроза существует. Когда мы видим, какие суммы и как этих депутатов покупать, такая угроза существует. Но на том и государство, что мы должны препятствовать этим вещам. Европейский союз, который работает с Республикой Молдовой, не будет молча наблюдать за олигархизацией, криминализацией, за этими покупками политических тушек. Не для этого Европа дает деньги Республике Молдова, чтобы выстраивать такие полукриминальные схемы. Я хочу понять, то вы за таможенный союз, проведение референдума и вступление в таможенный союз, то вы ссылаетесь на пример Европы. Куда? Может в НАТО будем вступать? Турция активно сотрудничает с НАТО. Для вас Турция является одним из главных партнеров. Республика Молдова сейчас находится, на мой взгляд, в идеальном положении, когда она демонстрирует, что мы хотим вступать в Европейский союз и пользуется теми преференциями, которые дает Европейский союз, в том числе и теми ресурсами. С другой стороны, мы находимся в составе СНГ и пользуемся там преференциями, возможностями. Среди первых ратифицировали соглашение о зоне свободной торговли. Давайте мы для себя честно скажем. Граждане Республики Молдова, какая задача стоит перед нами? Задача номер один, чтобы мы с нашими паспортами беспрепятственно ездили по всему миру. Эта задача всех нас объединяет? Я думаю, что не найдете ни одного человека, который будет против этого. Кстати, соглашение о безвизовом режиме с Турцией вступит в силу весной. И мы, жители Гагаузи, очень много сделали для того, чтобы это состоялось. Очень много. Я шесть раз на составе правительства поднимал этот вопрос. И спасибо и министры иностранных дел, и премьер-министры, и кабинет министра поддержали. Это правильно. Наши жители должны ездить со своими паспортами без виз во все страны мира. Это задача, которая нас всех объединяет. Теперь дальше. Давайте объективно скажем населению, что мы ментально сегодня, менталитет у нас не позволяет нам говорить о том, что мы завтра-послезавтра вступим в Европейский Союз. Как минимум 10-20 лет мы должны созреть ментально до этого. И только после этого можно говорить. В Европе есть тоже свои проблемы. Поэтому надо пользоваться сегодня той возможностью, которая есть у Молдовы. Какие были допущены ошибки. И не будоражить народ проведением всяких референдумов. Референдумы проводить надо. Консультироваться с населением надо. Мнение населения спрашивать надо. И что? И не надо монополизировать. Провели референдум. Гагаузы высказали за объединение с Турцией. Не надо монополизировать политикам Республики Молдова то или иное мнение. Как истинно окончательная инстанция. Не так. Давайте мы проведем референдум по языку, чтобы снять эти вопросы. Что они проводят? Что боятся? Потому что большинство скажет, что язык молдавский. А часть политической элиты, которая спекулирует на этом и собирает свой электорат. А вы согласны, что в таком случае референдумы по языку должны участвовать те, кто по крайней мере владеет языком? Ну не могу я судить гагаузский и турецкий язык одинаковый или не одинаковый. Я не специалист, не владею языком. Я не могу сказать, чем отличается гагаузский язык от турецкого и от азербайджанского. Вы предлагаете нам граждан первого сорта и граждан второго сорта? Нет. Если мы граждане республики Молдова, почему у нас не может быть права принимать участие в этом? Если мы беремся судить о названии языка или о грамматике языка, то мы должны по крайней мере владеть им. Мы собираемся спросить у населения, что население думает. И поверьте мне, много людей имеет свое собственное мнение по этому вопросу. И они имеют право на эти консультативные референдумы. Я буду уважать мнение вашего отца, который знает, владеет языком. Я не хочу уходить в лингистику. Я не лингист по образованию. Это лингвистика, это наука. Но чего бояться проводить референдум? А чего бояться проводить референдум? По консультационному референдуму в республике Молдова за 20 лет ни одного референдума не провели. Кстати, когда проводили референдум в республике Молдова, я в Гагаузе в меньшинстве выступил и сказал, выходите. Это ваше решение. Не сидите дома. Принимайте участие. Референдум должен состояться. Понимаете? Я поддержал. По изменению формы избрания президента. Я поддержал. Меня критиковали, ругали. А жизнь показала, что я был прав. Надо было выйти. Мы имели бы выбранного президента, законно избранного, прямым всенародным голосованием. То, что народ хочет. Проведите референдум, спросите. Сегодня все выйдут и скажут, нет, пусть он будет избран прямым всенародным голосованием. Хорошая инициатива, кстати. Обратите внимание. Жителям Гагаузии предлагали, партия коммунистов предлагала переписать уложения с тем, чтобы Башкана избирала народное собрание Гагаузии. Если бы тогда движение Единой Гагаузии не вытащило людей на площадь, если бы мы тогда не воспрепятствовали, сегодня бы политические тушки выбирали бы политическую тушку Башканом Гагаузии. А у народа в автономии есть возможность. Через два года выборы Башкана Гагаузии. Народ пойдет и выберет, кого он хочет. Вы уже не можете баллотироваться? Я не могу баллотироваться больше. По закону не могу. Чем будете заниматься? Хотя рано еще об этом говорить. Ну, буду работать в парламенте Республики Молдова с партией регионов. Как представитель партии регионов. В качестве Башкана последний вопрос. Сегодня передали штормовое предупреждение. Желтый код снегопад на юге республики. Гагаузия в какой степени готова к тому, чтобы противостоять то, что мы видели, что было на севере? Ну, стихия есть стихия. И даже ведущие страны, европейские страны, когда такой внезапный снегопад и обильный снегопад, где трех-четырехмесячная норма, сразу осадка выпадает, и они испытывают затруднения. Мы тоже испытывали затруднения, но должен вам сказать, что если сравнивать, жители автономии сейчас смотрят и наверняка подтвердят. Если сравнивать то, что было 3-4 года назад и то, что сегодня, то качество очистки, качество и ремонта дорог и многое другое в позитивную, незначительно, но в позитивную сторону изменилось. И я не могу присоединиться к той постоянной критике. Я могу только сказать, что мы получили новую технику. И эта новая техника значительно облегчает нам уборку, расчистку дорог. Да, мы опубликовали все телефоны, в том числе и мой телефон опубликован. И люди звонят, если у кого-то какие-то проблемы возникают, сразу звонят. На мобильный телефон Башкану? Да, на мобильный звонят и говорят. Я слышал об этом, я не говорил. Действительно, демократия в Гагаузии. На официальном сайте есть все телефоны, всех начальников ДЭУ, комиссии по чрезвычайной ситуации, Башкана, заместителей, всех ответственных лиц. Все телефоны есть, и люди звонят. Так вот, я к чему веду разговор? Я думаю, что завтра журналисты вам будут звонить, если будут снять. Пусть звонят, да. Вернемся к ментальности. Закон принят о том, что вся резина, скаты должны быть поменены зимние. Поменяли все? Не поменяли. Ему говорят, полицейский говорит, стой, не езжай, сейчас там техника работает, прочистить, через 20 минут поедешь. Он не слушает полицейского, едет. На летней резине застрял. Техника, вместо того, чтобы чистить дорогу, вытаскивает его оттуда. Ну, где логика? Люди тоже должны понимать. Я, например, за то, чтобы еще две месячные нормы снега в Гагаузи выпало. Мы дороги расчистим. Чем больше снега, чем больше влаги, тем больше урожая. В следующем году. Я этого вам желаю, учитывая, что новогодние праздники на носу, как говорят. Хорошего Нового года. Удачи вам. Успехов. На благо Гагаузи в составе Республики Молдова. На благо Республики Молдова. Спасибо. Всем нам. Всего доброго, уважаемые телезрители. Это был диалог в открытой студии с Башканом Гагаузи Михаилом Фармузалом. До встречи в среду, 26 декабря, когда мы подведем итоги года с премьер-министром Владом Филатом. Всего вам доброго, до встречи в среду.